Здравствуйте, уважаемые студенты. Сегодня с вами 15 лекция. По лекции у нас тема методы доступа. По плану первый метод CSMA CD коллизий, а второй маркерный метод доступа среди. Если помните, в 14 лекции мы с вами проходили АИ стандарты 802. Сегодня это, кажется, это тоже продолжение. Методы CSMA CD коллизия. Это метод управления обменом. CSMA CD это прошифрует Career Sense Multiple Access with Collision Detection. Это множественный доступ к контролям, несущим и обнаружениям коллизия. Коллизия это одно и то же, типа потери данных. Короткое название коллизии. Относится к децентрализованным случайным методам. Он используется как в обычных сетях, типа Ethernet, так и в высокоскоростных сетях, FAST или GGB-дезернет. Этот метод применяется исключительно в сетях с логической общей тщиной. Все компьютеры такой сети имеют непосредственный доступ к общей тщине. Поэтому она может быть использована для передачи данных между любыми двумя узлами сети. Одновременно все компьютеры сети имеют возможность немедленно получить данные, которые любой из компьютеров начал передавать на общую тщину, которая показана на рисунке. Простота схема подключена. Подключение это один из факторов, определяющих успех стандарта Ethernet. Это этап доступа к среде называется. Все данные, передаваемые по сети, посещаются в кадры. Определены структуры и оснащаются уникальным адресом станции назначения. Это можете смотреть, чтобы получить возможность передавать кадры в станции, должен убедиться, что разделаемая среда свободна. Это достигается прослушиванием основной гармоники сигнала, которая также называется несущая частота. Признаком занятий среды является отсутствие несущей частоты, которая при манчестерском способе кодирования равна 5-10 МГц. В зависимости от последовательности единицы и нулей, передаваемых в данный момент. Если среда свободна, то узель имеет право начать передачу кадра. Этот кадр изображен на рисунке. Узель L обнаружил, что среда свободна, и начал передавать свой кадр. В экологической сети отзыв на коаксиальном кабеле сигнале передатчика узла L распространяются в обе стороны, так что все узлы сети их получают. Кадр данных всегда сопровождается преамбулой, называется преамбул, так написано, которая состоит из 7 байт, состоящих из значений 10-10-10-10 и 8 байта равного 10-10-10 и 11 бывает. Преамбул нужно для вхождения приемника в побитовый и побайтовый сохранение с передатчиком. Все станции, подключенные к кабелю, могут распознать факт передачи кадра. И та станция, которая узнает собственный адрес в заголовках кадра, записывает его содержимое и в свой внутренний буфер, обрабатывает полученные данные, передает их вверх по своему стеку, а затем посылает по кабелю кадр ответ. Адрес станции источника содержится в исходном кадре, поэтому станция-получатель знает, кому нужно послать ответ. Узел 2-й во время передачи кадра узлом L также пытался поначать передачу своего кадра, однако обнаружил, что среда занята, на ней присутствует несущая частота, поэтому узел 2-й вынужден ждать, пока узел L не прекратит передачу кадра. После окончания передачи кадра все узлы сети обязаны выдержать технологическую паузу. Эта пауза, называемая также межкадровым интервалом, нужна для приведения сетевых адаптеров в исходное состояние, а также для предотвращения монополного захвата среди одной дистанции. После окончания технологической паузы узлы имеют право начать передачу своего кадра, так как среда свободна. Из-за задержек распространения сигнала по кабелю не все узлы строго, одновременно фиксируют факт окончания передачи узла кадром L. В определенном примере узел 2 дождался окончания передачи кадром узлом L, сделал паузу в 9-6 микросекунд и начал передать свои кадры. И когда мы делаем это, получается возникновение коллизия. При описанном подходе возможны ситуации, когда две станции одновременно пытаются передать кадры данных по общей среде. Это механизм прослушивания среды и пауза между кадрами не гарантируют возникновение такой ситуации, когда две или более станции одновременно обрещают, что среда свободна, и начинают передавать свои кадры. Говорят, что при этом происходит коллизия, так как содержимое обеих кадров сталкивается на общем кабеле и происходит искажение информации. Методы кодирования, используемые в интернете, не позволяют выделить сигналы каждой станции их из общего сигнала. Теперь коллизия – это нормальная ситуация в работе сети интернет. В примере изображения на рисунке коллизия породила одновременную передачу данных условиями третьей и первой. Для возгневания коллизии необязательно, чтобы несколько станций начинали передачу абсолютно одновременно. Такая ситуация маловероятна, гораздо вероятнее, что коллизия возникает из-за того, что один узел начинает передачу раньше другого. Но до второго узла сигнал первой просто не успевает дойти к тому времени, когда который узел решает начать передачу своего кадра. То есть коллизия – это следствие распределенного характера сети. Чтобы конкретно обрабатывать коллизии, все станции одновременно наблюдают за возглавляющими кабельными сигналами. А если передаваемые и наблюдаемые сигналы отличаются, то фиксируют обнаружение коллизии. Для увеличения вероятности скорейшего обнаружения коллизии всеми станциями сети станции, которые обнаружили коллизию, прерывая передачу своего кадра. И усиливать ситуацию коллизии посылкой все специальные последовательности из 32 бит, называемые джамп-последовательностью. Теперь остальные все будем смотреть на практике. Практику время двойной обороты и распознавания коллизии тоже будем смотреть. Пока я хочу еще сказать. Маркерный метод доступа в среде. Это в сетях маркерным методом доступа к ним, кроме сети, к Token Ring, относятся к сети FDDI, а также к сети близких стандартам T802.4. Это ARKNET, сети производственного назначения MAP. Право на доступ к среде передается технически от станции к станции по логическому колцу. Еще данное у нас про Token Ring, но это Token Ring все будем продолжать в следующей лекции, в следующей лекции. Поэтому сегодняшнюю лекцию я буду заканчивать. С вами все это. До свидания. До скорого.